Так, это не на завтрак, хотя рядом Я сейчас был у батюшка, он приехал. Аппарат там был, снимали, я еще ничего не рассмотрел. Игорь Барабаш не поехал, может только в пятницу. А Женя Янчук уехал, я спросил батюшка, он говорит, он никому никогда не говорит, что он поедет, куда и чего. То есть, так бы то можно было, кое-что послать, там край нужно, я бы ягоды там не заморозил, не забывай, что я сюда. Значит, главное известие. Этой ночью Настя Дробот отошла из жизни сей. Вам говорил кто здесь, нет? Нет. Ну вот вы теперь, у нас кто и Фросиния здесь, Дробот. И Фросиния, и Нестор. Бедная мучилась, у нее крепкое сердце было. Она десятки раз должна была умереть уже, согласно предсказаниям врачей. Без желудка она большого года жила. Неделю за неделю живет еще невеста, первая. Как говорят, отошла ко Господу. Я не очень понимаю, какой смысл тут люди вкладывают ко Господу. Все мы идем, верующие и неверующие. То есть, на суд Божий. А где кто будет до суда, не судите никак прежде времени. Первая корейственная 4-5. Такое не приедет Господь. Ну а вот так вот сказать. А вы как думаете? Ну, по-человечески я думаю, что она спасенная. Она веровала. Я про всех не скажу как, но думаю, у нее отношения были со всеми хорошие. Я знаю, когда она девушкой была. Ты фамилия ее знаешь, как ее девище? Вилинская. Сейчас повтори. Повторей громче. Вилинская. Вилинская. Правильно. Ее родители в Казахстане? Да. Да, так. Значит, батюшка поехать, думает. Но Игорь не поехал из-за погоды. Батюшка говорит, буду договариваться, наверное, с Андреем или кто, где проходимость у машины большая. Может в объезд. Конечно, самая большая проходимость это наша Газель. А это танк, как Виктор Николаевич Савченко говорил. Она у нее высокая посадка. И даже герка колея такая, она на пузо никогда не садится. Она высокая. У меня и у нашей машины опыт от океана до океана прошла. Если бы Андрей поехал на нашей машине, то так. Значит, вам вопрос. Поедете или не поедете хоронить? Я батюшка сказал, а он это, если хотите, еще вроде даст. Ну и так понятно. Прощаться уже. Просились давно. Туда-сюда ездить. Я не знаю, какой совет давать. Прощались уже многократно. Но если машина поедет, много места будет и вы пожелаете. Тут можно было бы поговорить. Поехать. Когда будут хоронить? Не знаю. Я говорю, я через два или сегодня. Тоже ничего не знаю. Еще восьми нету. Вон, видишь, как раз скотина выгоняют. У них две крупного рогатого скота были. А сейчас, кажется, одиннадцать. Так. Богатеют люди не от банков, а от ограбителей. А вот так. Корова отелилась, сохранилась. И так вот дальше. В прошлом году бы еще какое-то время с ним случилось. Где он ногой наступил не так, переломил ногу, видно. А лечить корову, если переломил ногу, лошадь никогда не лечит. Никогда. Она будет наступать, а гипси не наложишь. Ее пристреливают, перелезают. Это походно, чтобы вы знали. Я зашел... Вернее, начать надо так. Одно время я задал вопрос. Вы хотите быть свидетелями всем в общине? Написать, как вы пришли к Господу, Богу? Как уверовали и как пришли в общину нашу крестовозвиженскую? Писали все дома. Но писали настолько искренне. Вот Елена Барабаша писала. И, кажется, и Игорю тоже отец говорит, да это Игнатий за вас написал. Ни одной буквы никому не писал. Не считая эпиграф, как бы, в конце и Слово Божие. И стихотворение. Стихотворение, там, пагота какого-нибудь. И написали. В общей сложности ходили на занятия. Некоторые даже не члены нашей общины. 84 человека. Некоторых тогда не было, которые есть. Сейчас мы все не напишем, напишем, нет. По-тирявски тоже писали. Есть вот, которые были. Вот, Владимир Устинов, Владимир Александрович. Я напишу позже. Потом я напишу, когда дом построил. Ничего не написал. А почему люди не могут написать? А ничего не было. Тут один вопрос. Тут Тавид еще к Господу пришел. Тайны Господней говорит. Надо бы на возвещать Тавид говорит. А человеческая тайна хоронили. Государеву тайну. Где-то тебе на работе где-то. И некоторые здесь есть, которые не написали. Не написали. Как обратилась матушка? Она не написала. Нет. Валентина написала. И гости на четыре человека. Интересная биография есть. Я сразу зарядил. В какой том, в каком где написано. Милинская дробот Анастасия Валерьевна. С какого она года рождения? 1975. Сколько ей лет было? 42. 42. Сейчас вот эсмска пришла. Похороны завтра. А? СМСка пришла. Похороны завтра. Вот так. А кто написал? Не знаю. СМСка не отмечает. Похороны завтра. Значит, надо позвонить Сергею. Он там, чтобы все заснял. У меня бы спросили, а вы как советуете? Не советую. Ничего это не дает. Вот у меня здесь мать умерла на похоронах. Были. Отец умер. Мы во Фрунзе там. И что интересно. Кто там был? Я даже не знаю. Сыновей. Пятеро сыновей. Один-то умер уже в это время Самуил. Пять дочерей стоят у гроба и мать. Никого нет. Я не поехал еще. Я говорю, зачем? Мертвый? Он еще не знает. Откуда-то ехать хоронить. Никакого повеления нет. Говорят, оставьте сам хоронить мертвецов. Как будто нас это не касается. Если рядом похоронили и прочее. Люди мирские. Большое значение там отдают. Издалека приезжают. Маргарет Тэтчер любила это. На похороны прилетела. Брежнева, Андрокова. Она заперелся навалу туда. Пока своего любимца Горбачева не вытянут на Кремлево. Горбачевскую стену. Она его вывела, а не центральный комитет. Попутно все говорю. Так что дело ваше. Дело ваше. Здесь вам торопиться вообще некуда. Дома, вы знаете, обстановка архи неблагоприятная для спасения. Какие советы нужны? Я не откажусь. Вам дам совет. Где нужно будет. Вещи этого. Если бы никого не было. Отца не было. В таком положении отец сейчас. То что бы лучше. Ну как. Отец все таки есть. Дети здесь. А так вас по домам разберут. По приемникам их где-то. Молиться крепко надо за отца. Он глухонемой. И с зеленым змеем опутан. Беда. Огромная страшная беда. Какое он горе Насте приносил. И его мать. Я сейчас не знаю, кажется, Ирина Васильевна сзади была. Да. Она мне звонила. Мы знакомы были. Ну почему вы никаких мер не принимаете. Его пьяного домой привозят. Он как колода лежит там. Пьяных пьет. Я говорю. Что мы сделаем. У нас рычагов никаких нет. Да. Мы стали говорить. Он сюда. Я не не пью. Пьет. В дребезги все. И поэтому и деньги давали через кого-то собирали. А жил когда здесь. Неженатый был. Труднее представить, какой хороший человек. Но он настолько способный. И любой обувь починит. И любой. Ну везде. Куда они пошли. Он специалист. Умный очень. Как только женился с ума сошел. А то я говорю. Ну женится. Ума наберется. А где он наберется? С какого места? Как он может набрать это? Она его, как говорят, любила сто раз больше, чем детей. Всех вместе взятых. Ну это не я определяю. Это так. Видели. Что она все его защищала. А он. Нет. Нет. Ее нет. А едва тепленькая приносит. Волна отлучения у нас. Сколько. В коридоре стояла. Потом. И ушел совсем. А ушел совсем. Я в патриархию. А в патриархию какую-нибудь. Хоть на четверенькой ползай. Ты причастишься. И все. Попутно сказать. Теперь. Где вам будет отдыхать? Вот как вы здесь приезжали. Потеряевка. Она для вас родная и близкая. Потеряевка. За советы можете обращаться. Я чем помогал всегда продуктами. С чем мог. И так остаюсь на этом. Но условия всегда ставятся определенные. Я не просто так даю. Молиться за того, кто мне дал. А главное. Кто снабжает. Елена. Елена. Это у меня предпринимательница. Она. Я не знаю почему она так помогает. Поэтому. И муки. И вермишели. И масло. И сахар. И соль. Я вам дам. Каждый год. Знаешь. Привозили. Знаешь. Это нет. Повторяю. Моего. Там ничего нету. Ну я сохранил. Защитил. И определил. Бывает в Украине. Беженцы были. Мы туда мешками валили. Что только можно было. Повторяю. Моего. Ничего там нету. Это мне помогает. Для детей. А я уже. Перераспределяю. Так что голодом вы не будете. Думаю. Вы знаете. Как вам относится. Думанов. Игорь Владимирович. И у него. Можно отдохнуть. И побыть. И какое время. Если бы у вас квартиры не было. Он бы вас тех забрал. У меня негде. Но я бы сказал. Девочек отдельно. К Надежде Васильевне. Ну а ребят к себе бы взял. Если бы вашу квартиру сохранить. Любыми путями. Что где-то платить надо. Недостроено. На отца Надежда у вас. Только молитвенная. Молитвенная где. Он конечно ему говорили. При жизни. Вот она умрет. Настя. Теперь. Как будешь. Он тут же сидел. Ему. Что я говорю. Ему это все уже высказали. Он молчал. Да. Согласен. Согласен. Помогали. Отпускали. И прочее. Вот. О себе она оставила хорошую память. Но однажды она сказала такие слова. Которые мне. Сказать. Теркой прошли по мне. Я видел. Что. Не все благополучно у него. Уже. Перед тем. Как он познакомился. Ходили в лес. Отдыхали. Я открываю вам все. Что было. Это. Не я только знаю. Это знают. Почти все. Я указывал. Смотри. Вот он такой. И. Может закуролесить. И я знаю почему это. Вот. Никто этого может не знать. У меня были близкие с ним отношения. Когда появился здесь. Я целые ленты писал. Как разговаривать. Что значит овцы. Пойти. Прийти. То есть разговаривать. А потом. Приходила ко мне глухонемая. Клюй. Света. И я у нее брал уроки. И потом еще. Так. Я разговаривал. И переводил. А потом оставил все. Появились свои люди. И он мне рассказывал. Прошлая своя жизнь. Неоконченный грех. Как я бы называю. Где-то кому-то обещал. Жениться. И не женился. Обида чья-то достигла Бога. Может быть. То есть. Настя заняла не свое место. Я не буду подробностей уходить. Дело в том. Что там было большое огорчение. Были слезы. А мама-то была. То есть он. Жил с ней. И еще не сделаешь. Я Насте сказал. Она говорит. Сама заварю кашу. И сама съем. Понимаете. Это как приговор был. Теперь уже прошлое. Все можем. Говорить. И отсюда извлечь уроки. Повторяю. У меня с Настей всегда были хорошие отношения. Ни разу. Нигде у нас не было плохо. Я знаю. Как она за детьми ухаживала. Я ее за это гонял. Я ее за это гонял. То есть. Было то ли на работе. То ли с чем-то. Поэтому. Я крепко с ней разговаривал. Но она. Никогда. Враждебных слов не говорила. Она понимала. Она с высшим образованием. Он. Такой. Ладный. Мы назвали его. Томильский тигр. Он. Единобожество там знал. Всякие. Мне его очень жалко. Я с ним пас овечек вместе. Спали вместе. Вагончик был. Жили. Пили. Вместе. Как только женился. Вот этот домик я живу. Это он строил. Из моего материала. Строил. А потом я заплатил ему за работу. Сколько. Она еще девушка была. Я говорю. Ты чтобы претензий к домику не имела. Он строил. Бревна. Шифер. Стекло. Доски. Тут больше ничего нет. Возди. Все мое. И он когда строил. Он даже зиму прозимовал. Он. Любую обувь шьет. Модельную. Стенок этих не было. Там камыш какой-то из камыша был. Где-то. И она расписалась будучи девушкой. У меня бумага эта. Что она никаких претензий к дому не имеет. Какой? Ни его. Ни копейки не вложил. Ну. Так как он строил. Поэтому я его от всяких работ освободил. Как женился. Как подменили. Вот. Как будто дух вошел какой-то. Ну то есть это где-то было. Я вот вместе все совмещаю. И вижу что здесь одно за другим тянется. Там обман. Тут оставил. А когда батюшка венчает. И говорит. Не обещался ли кому. Не знаю. Спрашивал. Нет. Если обещался кому. Венчание кончилось. Иди и живи. А вот бывает так. Где-то увидел девушку хорошую. Подкоролилась за кустом. Затащил. Рот зажал. Изнасиловал. И что дальше. Библия говорит об этом. Тут не то что маленькие при них разговаривают. Они должны это знать. И написано. И разводиться ему уже нельзя. Ни под каким видом. Если раньше дали разводное письмо. То с этой разводиться он никак не мог. Не мог. А если она кричала. И никто не помог. То он достоин смерти. Святая Библия говорит об этом. Вот. Видите как. То есть. Не обещался никому. Не обещалось ли. Это вот. У Маши. Когда было обещание. Батюшка был. Он спрашивает. Все это в интернете стоит. Спрашивал ли его. Не знаю. Или он не ответить не мог. Или обманул. Или. И правда. Это сохранилось. Понимаешь как. Обещание. Там. И вдруг оставляют. Он здесь встречает. Приходит в общину. Там у него была связь. И все это убил бросил. И свой костюм. Который у нее был. Все оставил. Вот. Это большой. Большой урок. И она заболела. Вскоре она заболела. Заболела. И Настя. И просила у Бога. Ангела. Дать 10 лет жизни. Чтобы детей поднять. И Господь дал. Десять лет только окончился. Она сразу заболела. Рак. Я говорю. Ты не хочешь еще помолиться. Она говорит. Нет. Зачем же искушать. Я только 10 лет. Просила бы она 12. Она бы еще даже не болела. Может быть. Я говорю. То. Что мне достоверно известно. Известно. От него. И от нее. А они оба для меня дороги. Он краснодеревщик. Вот. Источник. Где. Святой источник. Под тюрьмой. Где монахи расстреляли. Там. Большая такая статуя. Распятый Христос. Он участвовал в этом. Вырезал с кем-то. Я не знаю. Пятьдесят тысяч. Что ли. Говорит. Заплатили. Вам понятно. Что я говорю. Да. А вы то для меня совсем и чужие. То и другое. Я знал. Когда она приехала. Познакомились. В лесу. Когда ходили. И. Я вижу. Что. Он к ней. Прямо. Прямо. Я ей сказал. Смотри. Настя. У него такое. Вот это. Каша. Я ее заварю. И сама съем. Она жгла ее. Конечно. И ничего нельзя было сделать. Подмененный. Звонит. Мать его. Ирина Васильевна. Я говорю. Ничего мы не можем. В тюрьму мы не можем заключить. В отдельной камере нет. Мусульмане те знают. Башку отрезали. На штахет повесили. Все. Все кончилось. У них нельзя пить. Смертная казнь. А этот царский сын казнят. Вельможа какой казнят. Советский пишет. Говорит. Знакомые там. Аташе. Иностранные там. Посольства. И мы у них там были. В Судане. Они говорят. Ну. Мы то русские. Коммунисты. Так они как берут. Там. Сужера выпивает. С дрожанием рук. Ну тут уже выспятся. Чтобы запаха не было. Они считают. Вино. Алкоголь. Шайтанье. Кровь. То есть. Чертова кровь. Как точное название. Это не вино виновата. Винопийство вот это. А вино Бог сотворил. И мы это знаем. И в таинстве у нас есть. Я вам больше как бы говорю. Что. Радикальное. Только ислам. Ислам. В этом вопросе. Топор. Тержав. Не зря он носит. Вот так. Ему бы не жить. По тем законам. Поэтому на сегодня. Что мы молиться будем. Молитва. Она всегда была. Легкая. Вот. Чтобы была. Отошла. Как пишут баптисты. Сектанты все. Отошел ко Господу. Он на небесах. Еретик на небесах. Дурью маяться. Там самые еретики. Все. Все ко Господу. А я стараюсь эти слова не говорить. Отошел человек в вечность. Откуда у вас брата нет? А где он будет? По себе я думаю. Ну как говорят. Пушкин я думаю спасенный. А Лермонтов нет. Толстой нет. Это мое мнение. Пушкин каялся. Два раза причастился. Всех простил. Его царь простил. Взял заботу о его семье. А Лермонтов сказал. Собаке собачья смерть. Будто бы. Ну вот. Это главное. Если хоронить завтра. Значит сегодня. Видимо батюшка выйдет. Приготовить все что было здесь готово. И отправить. Ну а я сейчас пойду работать с материалом. Эти материалы туда. И на этом все. Вот такое здесь. А какое оно? Песчальное или не песчальное? По-человечески? Да. Но она болела. Она страдала. Она мучилась. И все. Не умирает. И все. Для нее это была не жизнь. Какая жизнь? Когда она не пить. Не еть. Все. Сдулость. Отходов. Нет никакого. Врачи ее обезболить не могут. Это ужасно конечно. Это страшно. Но. Написано. День смерти лучше дня рождения. Тут уж никуда не денешь. Отмучился человек на этой земле. Какой бы ни был богатый человек счастливый. Нам только кажется. Я кажется. Вальте Раскотте. Там у Жека Лондона написано. Говорит. Счастливый был? Да. Счастливый. Полтора дня за всю жизнь. Полтора дня. Один был счастливый. У Достоевского написано. Она ушла от него. Путалась где-то со студентом. Жила на чердаке. А ему жениться нельзя. При живой жене кто будет лечить. Наконец ему сообщили. Умерла. Жена. Которая там где-то на чердаке. Со студентом жила. Так он бежал. Говорит. По улице. И кричал. Ныне отпущаешь. Роба твоего. То есть. Снова можно жениться. Как Яна Москаменский пишет. Ярмарка. Суеты. Вот так. Лучше? А чем лучше? Юдорь. Я вчера рассказывал одному. Я говорю. Василий приходил. Сегодня-то мы живем десятину. Что Бог дал. Нам десятину Бог вернул. Первые-то жили. Вновь девятьсот пятьдесят. Ноль отбросил. В десять раз меньше девяносто пять. В девяносто пять это уже долгожитель. А Муфа Саил девятьсот шестьдесят девять. Легенда сохранилась. Очевидно у евреев. Будто бы Бог разговаривает с ним. Когда он умер. И говорит. Муфа Саил длинная ли жизнь показалась? Дольше его никто не жил. Он говорит. Господи. Вот как будто бы в эту комнату я вошел. Прошел. А там дверь открыл. И вышел туда в сенки. И пошел через гараж на улицу. Вот такая жизнь. А еще хотел бы жить конечно. Господи. А потом говорит. Господи. А еще умирать надо? Ну а как по другому? Нет. Тогда не хочу жить. То есть чаша смерти настолько горька. Что даже радости жизни ничего не стоит. А у нас всех. Как раньше рисовали. Смерть подходит. Человеку руки отпиливает. Там руки не движутся. Он парализован. Ноги не движутся. Подкашиваются. Но это образно показывает. И дает потом смертную чашу. Человек бывает так. Переморшится весь. А то смертную чашу пьет. Глазами обводит. То есть он что-то видит. Как правило родственников. Это так. Легенда. Сказка. А на самом деле есть рассказы такие. Воин один такой был. Богатырь. Всех побеждал. Пришла бы она ко мне безглазая. Да я бы ее безглазую. Все. Ну вот. Занимух немножко. Над кроватью висит меч. Которым он воевал. Как Александр Невский. Македонский. В смерть дверь вводит. Он увидал ее. Руку дальше не мог поднять. Как один давит клопа. Загзег. Да не может задавить. Да что он железный что ли. Так и этот. А потом и говорит смерти. Так конечно. Сначала он все пообрезал. А теперь пришла бы ты ко мне раньше. Смерть и любовь у Горького есть. Там девушка как она пришла. Смерть. Максим Горький подробно описывает. Так что. Впереди у нас у всех. У всех эта смертная чаша. А пока ее нет. Будем вздыхать. Славить Бога. В 7.39. Серахова вспоминать. Помни последний день твоей жизни. Вовек не согрешишь. А не так что я такой боевой. Я что-то сделаю. Мы кисточка в Божьих руках. И дух гордый какой был. Попалила его молния. Сгорел и ветер развел. По ветру. Так. Память остается в детях. А потом и дети. Это неизвестно с чем закончат. Какая жизнь сотрется. Юноши еще хорошие. Заберут в армию. Похлопают их там. А эти неизвестно куда. Пойдут в наложенцы китайцам. Или куда девки-то. И все кончилось. Сказки. Все жизнь неверна. И смерть лишь одна. Верна. Неизменно верна. Она не забудет. Придет. Приголубит. Обнимет. Наденет свой брачный венец. И жизненной сказке. Конец. Конец. Кажется Сологуб написал. У меня это стихотворение есть. Так. Сегодня двадцать четвертое. Тут конечно мы можем разбираться в числах. Что означает и прочее. К ней это никакого отношения не имеет. Какое она завещание дала? Не знаю. Я дал завещание. Хоронить меня в моих самых рваных стоптаных сапогах. В которых я когда-то благовествовал ходил. У меня дома вторые сапоги. И такие же самые. Связано написано на похороны. Я много ходил. И мне специально подкова были. Железная пластина. А на ней двенадцать гаек приваленные. Гайки. И все это пластины. Так загнута с боков. И чтобы не стирался с боков. Ну я когда в Москве. Идешь на какие-то абонитовые ступеньки в метро. А я бегу. Так быстро бегал. Вот. И хоронить. Евангелие заламинированное. Новый Завет мне положить на грудь. И, Володя, это помни. И на кресте у меня. Крестом как-то утвердите. На железе. Штыри там забейте. Все время заламинированное, что было Евангелие. И написать. Берите, кто желает. Во славу Божию. И как-то его кто-то снимет. Снова. Повесить. Я хочу из могилы проповедовать. Больше еще нету. Обывать я запрещаю. Гроб не обивать. И тело не обывать. Я против этого дал завещание и сметь нарушать. Евстратия, кажется, есть такое. В сапогах попросил себя. Я из жития это беру и сам придумываю. И самое, я думаю, опасное, когда хоронят, а человек не умер. Когда раскапывали говры, могилу переносили, он оказался в гробу лежит вниз лесом. Предполагают, что... Ну, можно проверить как-то. Ну, как-то проверить. Бывает, носущие кощут или зеркало подставить. Пар идет, не придет. Что-то отрезать, посарапать там как-то. Поэтому я наказываю, чтобы живем не похоронили. Все же через день под одним могилой крикнем. Живой ты, не живой. Было такое неоднократно. Хоронили. Один на войне был. Где-то он там в другом подрывном деле был. Горгнулся. Говорят, тут схватка была с фашистами. Говорят, его убили. А где он? Да вот похоронили. Ну, что ж такое, друзья. Ну, раскопать я прошел. Раскопал. Эх ты, Сема, Сема. Не мог ты меня дождаться-то. Палатку с него снял. По щеке его. Договорили же вместе. Он глаза открыл. Как бы не такой вот крутой товарищ он тобой. Все похоронен был. А он был контужен. Ранен. Ну, кровотечение не смертельное. И это я считал просто. И поэтому. Смерть это благо. И у меня стихотворение есть. Смерть благо. И он говорит. Самая легкая смерть утонуть. И самое тяжелое. От голода умереть. Так что вы обо мне не заботитесь. Я не умираю. У меня все есть. Еще есть. Хлеб есть. А простоквашу дать вам? А? У нас простокваша пропадает. Дать вам простоквашу. Все. Да я боюсь. Меня они ухайдакают. Еще попало толкают пищу. Нет. Обычно простокваша безусловно. Это не Галя. Галевичка подойдет. Спросит. Сразу сделает. А это никаких. Они вдвоем тут взялись за меня. Подадим каблу хотят загнать. Да выше я там пока до вторника следующего просижу. Так что не знаю я. Как они будут. Сахар везде толкать и пересаливать как рыбу. Я пробовал говорить. А они не понимают. А это мои гости. Я никаких крутых мер не могу принять. Самое лучшее мне устранится. И там на сухарях пожить пока. Вчера интересно. Принес рыбу. Рыбу которая есть. Думаю маленько. Может я рыбки поем то. На столе оставил. Дверь открываю. Гуско шмык. Я про рыбу забыл. Прихожу. Она только спрыгнула со второго этажа. Сразу на стол. Говорит. Еще на стол то. Гляжу. А там две маленькие или три лежат себе. Она уже все съела. Отдохнула. И пришла за остатками. Вот так. Поэтому не унывайте. Благодарите Бога. Что она верующая была. Ехать не ехать я вам. Еще когда там были мы на пруду. Я вам говорил. Отойдите в сторону. И поговорите. И вы. Ничего мне не сказали. Я понял. Но я вам свое мнение высказал. Вот. Если вы вздумаете. И вас возьмут. Ну можно сидеть. Еще где-то в стороне будете стоять. Еще. Ничего это не дают. Абсолютно. А Сергею позвонить. Чтобы все заснял. Вот. Такая история. О смерти я бы много мог сказать. У меня о стихотворениях много. Я о проповеди не раз говорил. Вот есть такой рассказ у Ивана Николаевича Толстого. О смерти Ивана Ильича. Он так описывает. Как будто сам умирал. Как будто перед смертью его кто-то в мешок заталкивает. И он не может. И такие чувства. Видимо со многими говорил. Ну может это был такой клинической смерти. Как говорят. Абмирал. Ну талантливо. Поставили главным прокурором его здесь где-то в области. Девочка. Там то другое. Там жених к ней. Ластится. Все. И шторки вешаешь. Шторки надо менять. Вот. Вот женская порода. Да что их менять. Они хорошие. Менять надо. Он полез. Стул ошмыгнулся. Он падая. Ручка за дверь стукнулся. Вначале поболела. Потом перестала. Он не понимал. Что это не болезнь. А смерть. И видимо повредил внутренний орган. Почки там что-то отлетело. И как он умирает. И сжевать нельзя. А у него там был слуга. Кажется Тарасий. И он сидел. И ноги ему поднимал на плечи. Вот в таком положении ему легче. А Тарасий это сжевал. Ему давал. Он это глотал. Такой хороший. Здоровый. Был у него слуга. И как все это разрушилось. И жених понял. Раз отца то нет. Она бесперспективно. Что с нее взять то. Она девчонка. И сын то такой тоже там. Греховный. Смерть Ивана Ильича. Еще хорошо описывает холстомер. Лошадь когда сдохла. Ее там пришел канавал. Он все с нее снял. Шкуру сдать. Кости куда-то. А человек умирает. Ничего нету. Как вчера мы слышали. И вот он лежит в деревянном ящике. Ни к чему не пригодной. И его сжигают в печи. И Валат говорит. Беседует. Вот так. Я против кремации. Церковь против кремации. И когда мы уезжали я написал. От моих органов. Тут может быть органов то еще нет уже. Ни чего нигде не брать. Завещание дал я. На английском, немецком, французском языке. Перевозчики сделали. У них стандарт. И с этим я поехал печать с нотариуса. А если я умру где-то. Заверните меня там в палатки. Коробками закидайте. Да и домой отправляйтесь. Но я вернулся. Сколько раз давал завещание о себе. И возвращаюсь. А то Господь видимо видит. Что я к этому отношусь. Не сцепляясь за жизнь. Даже вот сейчас я один. И я не боюсь, что я умру с голода. Вчера пошел. Тайник. Надежда Васильевна. У него там. Теплица. Парник. Хоть один помидор найду. Нет. Вернулся. Да тебе и не надо это. Сам себя. Раз. Приступнул. Не умрешь. Как говорится. Плоть вопиет, как свинья. И кричит. Не могу. А ты скажи. Мало яшь. Мало писть. Граба будешь. А она будет по поросящей лежать твоя плоть. Просить. Все у меня. Мало. Вы сами решите. Если что-то надумаете. Идти к батюшке. Ничего не надумайте. Как жили, так и живите. Только молитесь. Господи. Упокой в обительных небесных. Но представлю работу твою она спаси ее. И прости ей всякое согрешение вольное и невольное. Ибо нет человека на земле никогда и не было, который живя не согрешил бы. Она уповала на тебя. Верила в искупительную жертву твою. И мужа ее Андрея исправь. Избавь его от пьянства. Дай ему страх твой святой. Только ты знаешь, как спасти детей на правильном пути наставить. Милости твоей ради не отнимай от нас. Услыши молитвы всех молящихся о ней и о рабе твоей. Господи. Припомни ее страдания. Ее желание другим помогать. Она любила людей и животных. И помогала нам. Тебе, Господи, слава за все, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Она у меня палец безболела. Она в Сенат несколько раз приезжала. Обназначала уколы. И все это подела. Она витеринальный факультет там в Польше. Сельскохозяйственного института. У нас они в общей не познакомились. То есть это была рожденная у нас. У нас обычно как? Познакомился где-то парень. Мотнулся в государство другое. Девушка с тем-то познакомилась. За своих не идут. Мотнулась в другом государстве. Но может быть там они проповедовать будут. И поэтому сколько у нас есть. Обычно как? Своим табором у нас этого нет. Нет. Сколько вот было. Ну может быть один-два. А остальные, которые поженились. У нас поженились в общей не познакомились. Это вот Галя Загуляева. И тот старостильным греком перешел. Каждый избирает свой путь. Нас помилует Господь. Хороший у них муж, Саша. Все. Благословенная семья. Но вот в основном-то Вот эти уже плотников приехали. Они женаты были. А барабаш тут венчался. Не венчаны были. Ну уже знакомые. А чтобы у нас между собой вот так вот. Костя. Костя Дмуха с надеждой. Костя Дмуха с надеждой. Костя Дмуха, да. Здесь у них. Ну и посчитай сколько ушло. Как живился. До свидания вышла замуж куда-то на сторону. Так-то вот тут. Такое дело. Мы скукоживаемся. Но наш день это впереди. Потерявка разрастить может в одно лето. В одно лето как бы плавно 700 человек. Поправимся мы или нет. Бог знает. Но мы живем. Живем это утро. Богу слава. Богу слава. Ну пошел, ребята. Ешь. Может и станет здесь? Что? Там морковь цветла. Черла морковь. Да, конечно. Да ты травить меня будешь и собаку. Не буду. Обещаю не буду. Я и не хотела. Будь свидетель. Не хотела. Но так получилось. Все. Я исправляюсь. Помолимся. Будешь слушать или нет? Буду. Буду. Ну что, придется идти за стол. Давайте помолимся. Пожалуйста. Буду. Пойдите. Помолимся. Благослови. 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 И выше надо. И вот плечо соединяется. И здесь. Не сюда. А вот так. Как положено. И ни сзади, ни с передней. Ровно вот плечо где. Старое осталось так новое, что больше этого не было. Иначе будешь молиться один, чтобы мы не поминны в этом. Неправильному крестному знамению. Небрежному. Демоны радуются. Хлопают на ладоши в это время. Ян Златоуст. Мы оспали. Не трудно же. Лоб. Чрево. Где пух у тебя. Правое. Левое. Поясной поклон такой, чтобы рука могла пол достать. Не надо руку опускать. Руку вот так выше. Все. Садимся. Ну все. Нас мало осталось. Будет еще меньше каторника. Через неделю ровно. Теперь нам по-друге будет копать картошку. Картошка в сентябре. У нас уже никого не будет. И мы только двое остаемся. Фактически один Володя. Я на коленках ползаю. Виталий, думай о земле. Если вот такое как есть, то на квартиру я тебя приму. На кровать Никитина. Надо мной на втором этаже спать. Если будешь. Попросишься хорошо. Попросишься. Собещай. Но еще не нарушай. Ты не осыщил? Покажи его. Так. За столом не потяжайся. По полной сиди. Давай. Господи Иисусе Христеопережи. Помил меня грешно. Помил меня грешно.